Вы смотрите программу губернии и вот главная тема выпуска. Воскресенский считает, что у крупных городов не должно быть монополия на хорошую жизнь. Губернатор также попросил президента продолжить конкурс благоустройства малогородов и исторических поселений. Все проблемы возникают от того, что люди безграмотно, катастрофически относятся к собакам. Собак нельзя будет выгуливать без поводка и намордника, но можно брать с собой в магазины кафе. В области разрабатываются новые требования по содержанию и выгулу животных. Нет ничего более постоянного, чем временное. Крытый переход у бывшего здания ОМВД в Иванове был установлен более 10 лет назад. Некоторые доски прогнили. На днях жительница областного центра в этом деревянном переходе упала, сломала руку и повредила лицо. Замена сустава – это иногда единственный способ помочь человеку. Кому показана операция по замене естественного сустава на протез? Расскажем в сюжете. Боязнь всегда есть, каждую минуту. Любой шорох, даже в квартире, даже в подъезде, каждый шорох уже – это боязнь, что вот придут, сейчас позвонят. Семья с двумя детьми в любой момент может оказаться на улице без жилья. Квартира, которую они взяли в ипотеку 10 лет назад, оказалась продана совсем другому человеку. В непростой ситуации разбиралась наша съемочная группа. Велосипеды, самокаты и скейтборды привести в боевую готовность. В Иванове открыт новый сезон экстрим-площадки, расположенный у Дворца игровых видов спорта. Мы познакомим вас с профессиональными райдерами и не только. Напомним несколько обязательных правил посещения. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Четверг на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое провел Владимир Путин, губернатор Ивановской области предложил президенту предусмотреть в госпрограммах отдельные разделы по финансированию благоустройства в малых городах. Воскресенский считает, что у крупных городов не должно быть монополия на хорошую жизнь. Губернатор также попросил президента продолжить конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений. Заседание прошло в режиме видеосвязи. Обсуждалось развитие муниципальных образований и особенности работы местного самоуправления. Станислав Воскресенский обратил внимание в своем выступлении на малые города страны. Рассказал, что нужно создавать там комфортные условия для жизни, заниматься созданием рабочих мест, обеспечивать транспортную доступность, популяризировать их историю. В связи с этим поблагодарил президента за подписание указа о праздновании 800-летия Юревца. Торжество позволит узнать об этом городе в масштабах страны. Мы стараемся у себя в регионе уделять особое внимание развитию малых городов. В основном соединили наши города нормальными дорогами, железнодорожным транспортом, обустраиваемым, знаковым для людей пространством. В каждом городе на Волге, кстати говоря, преобразили набережные. Активно участвуем во всероссийском конкурсе комфортной среды в малых городах и исторических поселений. Владимир Владимирович, этот конкурс проводится по вашей инициативе, начиная с 2018 года. Думаю, что скажу от всех губернаторов просьбу, чтобы этот конкурс продолжался и в будущем. Кроме того, Станислав Искресенский предложил вместо того, чтобы делать отдельную программу, посвященную развитию малых городов, предусмотреть соответствующие разделы в уже действующих проектах. В области разрабатываются новые требования по содержанию и выгулу животных. Собак нельзя будет выгуливать без поводка и намордника, вне зависимости от породы. Но можно брать с собой в магазин и кафе. Об этом и не только репортаж Дарьи Костиной. Выгул собак – та еще задачка, владелец каждый раз решает, куда бы пойти, чтобы не раздражать прохожих, которым не нравится грязь после собак, или их выгул без поводка и намордника. Как же всех помереть? В собрании участвуют специалисты, общественники и трехлетний Каспер. Решают судьбу его и его братьев. В области выйдет постановление правительства, в котором будут установлены дополнительные требования по содержанию и выгулу животных. Служба ветеринарии разработала проект. Содержит он, например, ограничения по количеству животных в доме. 20 собак в одной квартире содержать будет нельзя. Станавливается требование по запрету самовыгула животных. То есть животные должны выгуливаться с хозяевами на поводке. Если это территории, где другие люди находятся, то должны быть на поводке, в иноморднике. Вот это мы относим не только к особо опасным породам животных, которые уже установлены федеральным законодательством, а ко всем породам, за исключением щенков. Инструктор Владимир Моисеев с проектом познакомился, предложение изложил. Говорит, главное – работать с людьми, а не с собаками. Людьми, которые не умеют держать поводок, надевать намордник, тормознуть на прогулке. Все проблемы возникают от того, что люди безграмотно, катастрофически относятся к собакам. Но они относятся не потому, что они плохие, а потому что не знают, никто не учил, никто не предоставлял. Одни романтические бредни. Когда приходит человек со стрелой любви между глаз, мне сначала надо стрелу вытащить, человека полечить, а потом уже с собакой заниматься. Поэтому все проблемы возникают от людей. Людей научим, будут держаться, будут держать дисциплину, потому что шокирует все. В клетке держать собаку шокирует, дернуть поводком собаку шокирует, надеть намордник шокирует. Инструкторы говорят, мухтарами не рождаются, ими становятся. Чекисту 13 лет, знает 158 приемов. Сидеть. Лежать. Сидеть. Служи. Молодец, хорошо. Кульбит. Кульбит. Молодец. Такие па всем собакам выполнять и не нужно. Чтобы скорректировать поведение хулигана, потребуется несколько месяцев. А вот чтобы делать трюки, несколько лет. Ну вот, например, называется команда «Держи». Думаете, легко на весу, на носу держать колбасу? И даже не шевелить усами? Не верите? Попробуйте сами. Держи. Держи. Колбаса на носу у немецкой овчарки. Пять, четыре, три, два, один, кушай. То есть научить можно любую собаку, исправить поведение любой собаки? Однозначно. Научить можно любую собаку, исправить поведение любой собаки, любого возраста, любой породы. Главное, чтобы человеку это было нужно. Все зависит, во-первых, от запущенности, насколько уже процесс застарен. Например, если эта собака взрослая, человек до двух-трех лет жил и ничего не менял, потом решил, что ему это не нравится изменить, конечно, будут сложности. Поэтому мы склонны к тому, чтобы собаку не переучивать, а именно с детства начинать равномерные правильные занятия. Ряд общественников предложили узаконить присутствие собак в магазинах, кафе, ресторанах. Предложение было принято. Организациям, согласным на вход с животными, порекомендуют вешать специальные таблички. Такие уже есть и в Иванове. Магазины, есть какие-то кафе, вот кофейни какие-то, ну, в основном такие популярные модные места, так скажем. Они, многие идут на встречу, люди ходят, я знаю, у меня друзья, например, в тот же кофебин ходили с собакой, там, пожалуйста, она сидела рядом с ним, пока они там кофе пили, общались совершенно спокойно. Такую идею поддерживают не все, но Каспер точно за, хоть где себя ведет на пятерку. Правильное воспитание, например, непростые прогулки на поводке, а организованный выгул игры с хозяином. Все предложения, прозвучавшие сегодня, обещали учесть и обсудить, а сделав их правилами, следить за соблюдением. Дарья Костина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В суд ушло дело хозяйки шуйского концлагеря для собак. Природоохранная прокуратура требует от женщины утилизировать трупы погибших на пожаре собак из-за риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Эта история тянется уже четвертый год. Наша съемочная группа не раз была по этому адресу. Зоозащитники и местные жители окрестили это место концлагерем для собак. Хозяйка Ольга Аверина, бывшая заводчица, разводила лабрадоров на продажу. Но, видимо, со временем пустила процесс размножения и питания животных на самотек. В частном доме обреталось порядка 70 хвостатых. Доведенные горе-хозяйкой до истощения животные стали кидаться на прохожих. Местные жители и волонтеры забили тревогу. Администрация проводила проверки, выставляла женщине предписания. В курсе об этой ситуации в службе ветеринарии Ивановской области. Неоднократно выезжали, наведывались, но к себе в царство хозяйка не пускала, а все требования игнорировала. Дом заводчицы неоднократно поджигали. Во время тушения пожарные выбрасывали собак из окон. И таким образом им удалось спасти около 50 животных. После нескольких пожаров дом стал непригодным для проживания. И тогда женщина вместе со своими животными перебралась на квартиру. Собаки стали убегать и возвращаться на прежний адрес. Долгое время от постоянных проверок не было толку. Но сдвиг все-таки произошел. И теперь горе-заводчице придется предстать перед судом. Сомнительная красота безопасности вложения денег. Деревянные переходы на проспекте Ленина и улице 8 марта беспокоят горожан своим состоянием. Ивановцев удивляет, долго ли будут люди ломать руки и разбивать носы при проходе возле аварийных зданий. Оценить обстановку с безопасными временными переходами на улицы города отправилась наша съемочная группа. Мы посчитали протяженность деревянного перехода на улице 8 марта возле бывшего корпуса политеха. Более 100 метров. Это самый длинный настил из досок в Иванове. Напомним, забор установили два года назад после гибели студентки. На ее упала груда камней, отколовшаяся от здания. Тогда на установку ограждения из недорогого профлиста из резервного фонда Ивановской мэрии выделила порядка 150 тысяч рублей. Между тем, ситуация с перекрытием тротуара безопасней не стало. Он оказался ненадежной защитой. Какая классная техника безопасности. Через две недели после строительства часть дорогостоящего забора под воздействием ветра рухнула. Восстанавливали уже десантники. Несколько месяцев люди продолжали ходить по оживленной проезжей части, подвергая жизни другой угрозе – попасть под колеса автомобиля. Эксперты должны сделать заключение, не несут ли отставшиеся конструкции, какую-то опасность и жизненно здоровье угроза. Если эти конструкции не будут нести опасность, то мы этот забор невероятно демонтируем. Но его не демонтировали. Временное ограждение и по сей день на месте только стало еще фундаментальнее и дороже. Власти к забору приделали навес и положили деревянный настил, тем самым обидев водителей, заозив проезжую часть. Спустя полгода аналогичная ситуация с падением ненадежной заградительной конструкции произошла возле другого, разрушающегося здания – Октябрьского РОВД. В августе металлические листы упали прямо на тротуарную дорожку. К счастью, люди тогда не пострадали. Однако спустя почти год на соседнем якобы безопасном переходе на проспекте Ленина пешеход покалечился. Нет ничего более постоянного, чем временное. Крытый переход у бывшего здания ОМВД в Иванове был установлен более 10 лет назад. Некоторые доски прогнили. На днях жительница областного центра в этом деревянном переходе упала, сломала руку и повредила лицо. И это не единственный случай в Иванове. Горожане по-разному относятся к подобным конструкциям. Но едино в одном – что центр города подобные объекты явно не украшают. Но если своевременно за ним ухаживать, то безопасно. Более того, мне нравится то, что пыль и грязь по сезону не летит на меня. Мне бы хотелось, чтобы было более комфортно для пешехода. Как-то раз я здесь подвернула ногу, но это единственное, что было. А так я здесь вообще редко хожу. Проломилась одна доска, скоро вторая проломится. Одну заменили, надо и вторую менять. Наверное, должен человек, который следил бы за этим. А тут вряд ли. На улице Степаново возвели аналогичное строение, защищающее пешеходов от памятника истории регионального значения. Деревянный настил с крышей у здания, в котором век назад располагался Совет рабочих и солдатских депутатов, появился в начале апреля. Работы завершены. Протяженность архитектурного нечета – порядка 30 метров. У потепровода с момента постройки начинается своя отдельная история, независимо от разрушающегося исторического здания. Впрочем, комментировать дальнейшую судьбу и нормативное содержание деревянных переходов в Иванове в мэрии не стали. Владимир Еремин, Денис Железов, телекомпания «Барс». Музей специальной техники под открытым небом Ивановской пожарно-спасательной академии пополнился новыми экспонатами. В четверг на аллее огнеборцев установили три объекта. Один из них – малый пожарный катер КС-100. В экспозиции это первый образец водной техники. На корме и носу расположены пожарные стволы для подачи воды. Судно также может осуществлять атаку пены. Для этого на борту установлен бак для пенообразователя емкостью в 1000 литров. Ранее данный катер выполнял боевые задачи по тушению пожаров, выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах морского и вечного транспорта. Также на аллее установили две единицы специальной техники, которая предназначена для работы в зонах химического и радиоактивного заражения. Это бронированный автомобиль химразведки на базе БРДМ. Точно такие же машины использовались для выявления горячих очагов при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. А это специальное робототехническое средство. Или, простыми словами, наземный беспилотник. Машина способна устранять завалы без участия человека. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Замена сустава – это иногда единственный способ помочь человеку. Кому показаны операции по замене естественного сустава на протез? Расскажем в сюжете. Боязнь всегда есть, каждую минуту. Любой шорох, даже в квартире, даже в подъезде, каждый шорох уже – это боязнь, что вот придут, сейчас позвонят. Семья с двумя детьми в любой момент может оказаться на улице без жилья. Квартира, которую они взяли в ипотеку 10 лет назад, оказалась продана совсем другому человеку. Непростой ситуацией разбиралась наша съемочная группа. Болит сустав, невозможно передвигаться, но выход есть. Городская больница номер 7 выполняет высокотехнологичные операции. Эндопротезирование тазобедренного сустава поможет пациенту избежать инвалидности и вернуться к активному образу жизни. Подробности в репортаже Ирины Афониной. Елена Фомина ожидает операцию по замене тазобедренного сустава. Передвигается она с палочкой, испытывая приатоматскую боль. Прошла обследование. Медики заключили осложнение после коронавирусной инфекции. Ковидом болела дважды. Первый раз перенесла заболевание легко и без последствий. Во второй раз попала в больницу и получила осложнение на тазобедренный сустав. У меня здесь сделала операцию сестра. Вот совсем недавно, еще годы даже не прошло. Такая же ситуация, такая же проблема. Вот, по замене тазобедренного сустава. Так вот, она уже давно и работает, и ходит даже без трости, почти бегает. Предоперационное волнение отрицает, примерно представляет, что ее ждет. Этот вид медицинской помощи мы оказываем с 2015 года. Это высокотехнологичная медицинская помощь. Я говорю конкретно об эндопротезировании тазобедренных суставов. По настоящий момент мы соперировали 780 человек. Имеем прекрасные результаты. Операция позволяет избежать инвалидности и продолжить активный образ жизни. Замена требуется либо при заболевании сустава, как у Елены Фоминой, либо при переломе. Возрастных ограничений нет. Самой пожилой пациентке, к примеру, 95 лет. После замены сустава на эндопротез женщина смогла ходить с палочкой с учетом ее почтенного возраста. Этот вид хирургического вмешательства выполняется бесплатно по полису. Есть у нас в наличии все необходимые импланты для проведения этого вида операций. Высокотехнологичные операции, комментирует заведующее отделением, весьма сложны. Но при переломах это единственный способ восстановить движение. При тяжелых заболеваниях сустава это один из основных способов лечения, который позволяет вернуть человеку возможность передвижения без боли. Рано или поздно все пациенты, имеющие патологию сустава, могут, скажем так, иметь необходимость в этой операции. Эндопротезы, которые заменят больной сустав, рассчитаны на длительный срок службы. Не отторгается организмом. Процент удовлетворенности при именно этой локализации протезирования достаточно высокий. Отделение травматологии оказывает в первую очередь помощь больным в экстренных ситуациях при переломах зимой и весной. Летом и осенью травм меньше. Именно в это время число плановых операций увеличивается. Пациенты должны быть подготовлены, снизить вес. При наличии хронических заболеваний операцию делать не в период обострения. Срок восстановления в среднем три месяца. Но это зависит и от сложности операции от самого больного. Даже 90-летние могут вернуться к полноценной жизни. В разном возрасте понятие полноценности жизни разное. Поэтому самые главные люди возвращаются к передвижению без боли. Елена Фомина, которой уже сделали операцию, планирует после замены сустава вернуться на работу. Ирина Афонина, Максим Шишкин, телекомпания Барс. В Ивановской области практически каждый день регистрируют различные случаи мошенничества. Доходят до десятков сутки. В последнее время много их связано с желанием получить легкий доход. Вкладывают деньги на инвестиционных платформах. Профилактику мошенничества ведут и полицейские, и сотрудники банковской сферы. Так, к примеру, в Иванове в очередной раз прошла неделя финансовой грамотности, завершилась которая фестивалем. В мероприятиях приняли участие более 1600 человек. Всего было проведено более 30 мероприятий. В ходе фестиваля получилось пообщаться и со школьниками, и со студентами, и колледжей, педагогами, методистами, волонтерами, людьми преклонного возраста. В рамках фестиваля финансовой грамотности, который прошел на базе Соляриса, работали сразу несколько площадок. В локации выставка Банка России посетители увидели изображение памятных монет, выпущенных в разное время. На игровой площадке «Ключевая ставка» старшеклассники старались достичь инфляции вблизи 4% в заданных экономических условиях. У стенда «Финансовой безопасности» участникам фестиваля рассказывали, как планировать финансы и вычислить мошенника. Люди, живых мошенников, они зачастую теряют не только деньги, но и уверенность, и ломаются судьбы. Один из последних случаев, когда жительница Иванова попалась на удочку мошенникам в ходе поисков работы в интернете. Неизвестные лица предложили пенсионерке подзаработать на бирже. Сначала она вложила 100 долларов, а потом ее убедили взять кредит на 4,5 миллиона и перечислить на указанные счета. Но и на этом мошенники не остановились. А потом я убедил своего сына, что он тоже должен взять кредит. Они сказали, от «Пинанса» пришла смс, потом было написано, что нужно еще какую-то сумму денег определенную. Как правило, жертвы рассказывают впоследствии, что знали о подобных случаях обмана. Но виртуальные мошенники умеют переубеждать. Доходят до курьезов. Одна из горожанок лишилась полутора миллионов рублей, чтобы уехать к Киану Ривзу. Поверила, что голливудская звезда влюбилась в нее и ждет встречи. Подробности этой истории не только смотрите в ближайшем выпуске программы «По горячим следам». Десять лет выплачивать ипотеку и остаться без жилья. В непростой ситуации оказалась семья из Иваново. Несколько дней назад в дверь постучал новый владелец, который выкупил квартиру на аукционе. И потребовал собрать вещи. Теперь семья с двумя детьми может в любой момент остаться на улице. В теме разбирался мой коллега Денис Воробьев. Сейчас эта квартира на улице Благова практически пустует. Все семейство сидит на чемоданах. Освободить жилплощадь могут попросить в любой момент. Большую часть вещей пришлось перетащить в грузовик. История началась в 2013 году, когда Наталья с мужем взяли это жилье в ипотеку. Тогда цена была чуть меньше двух миллионов рублей. Шесть лет оплата шла стабильно в банк Иваново. Пока в 2019 году Центробанк не отозвал у него лицензию из-за нарушений нормативных актов. Банк закрылся, обанкротился. После этого мы исправно все платили. Три месяца у нас не платили, потому что мы не знали, куда платить, чего, как. Но нам потом предоставили счет, что мы должны оплатить туда. И оказывается поступил звонок, что мы там не оплатили три месяца. И нам срочно надо оплатить, потому что нам не говорили, что на нас подано в суд иск или чего. Просто сказали, если мы не оплатим, у нас будет просрочка и пение. По словам Натальи, когда стало известно, кому платить дальше, просрочку тут же погасили. Конкурсным управляющим банка Иваново стало агентство по страхованию вкладов. 63 тысячи были выплачены 16 июня 2020 года. Двумя месяцами ранее агентство подало на должников в суд, где было принято решение об аресте имущества. Приставы должны были выставить квартиру на аукцион. Между тем, жильцы до сегодняшнего дня пытаются обжаловать решение суда. Первые три суда нам отказали. Вот на судах тоже. Нашим адвокатам вообще не давали ничего сказать, нашу пользу. Вообще выносили просто суды против нас. Не давали даже нам какие-либо приостановить исполнительный ход действия. Комментировать ситуацию на камеру судебные приставы отказались. Однако прислали официальную позицию по этому делу, которая заключается в следующем. В апреле 2020 года от Фрунзенского районного суда поступил исполнительный лист. Приставы начали процедуру ареста и выставления квартиры на торги через Росимущество. Аукцион стартовал с начальной ценой 1,2 млн. На 100 тысяч рублей больше кадастровой стоимости. Заявились 9 человек, а 6 апреля 2022 года торги выиграла Светлана Акатова, которая и стала юридическим владельцем квартиры. После решения суда о взыскании имущества, но до ее продажи жильцы погасили основной долг. Это около 600 тысяч рублей. Однако Фрунзенский суд не нашел оснований для признания обязательств по кредитному договору. Проще говоря, семья знала о крупном долге, но погасила его в поздний срок. Все случилось и гораздо раньше. То есть они с 2018 года ипотеку не платили 2 года. Этого достаточно, чтобы банк в одностороннем порядке пошел в суд. Предупредил их, кстати. Они получали все уведомления, что заплатите. От приставов получали 3 постановления об аресте. Это же не делается в один момент, даже не в месяц, не в два. Это делается полгода, процедура шла. По словам Светланы, теперь все коммунальные счета приходят на ее имя, но попасть в квартиру невозможно. В распоряжении нашей редакции есть документы, подтверждающие коммунальные задолженности. Например, только за капремонт сумма достигла около 20 тысяч рублей. Подобная история и с платежками за газ и тепло. Осенью прошлого года все тот же Фрунзенский суд выдал еще один исполнительный лист, по которому приставы должны выселить семью из квартиры. Однако активные действия начались буквально пару недель назад, когда новая владелица стала жаловаться на бездействие надзорного органа. Сейчас в квартире проживают 4 человека – муж, жена и двое несовершеннолетних детей. На выплату ипотеки пришлось потратить и материнский капитал. По словам Натальи, конечное погашение основного долга было до продажи квартиры на аукционе. Страховая компания уверила, что никакие чеки и документы относить приставам не нужно. Семья стала жить, даже не подозревая о том, что их дом уходит с молотка. День Икс настал 12 апреля. Приставы должны были прийти и выселить все семейство. Однако в дело вмешался Народный фронт, который встал на защиту. Почему-то суды не приняли во внимание то, что закрытая ипотека была раньше, чем продана квартира. У нас возникает вопрос, где были судебные приставы, как они могли пропустить сроки и как у них была коммуникация с банком, ну или банка с ними. И почему не принято было во внимание, что у семьи два несовершеннолетних ребенка. После нашей публикации на сайте Иванова Ньюс к делу подключилась и фрунзенская прокуратура, которой предстоит проверить действия судебных приставов в этом вопросе. На средствах массовой информации появилась информация о нарушении жилищных прав семьи, связанной с обращением взыскания на жилое помещение, приобретенное семьей по ипотечному кредиту. Прокуратура районная четко проверка информации, заложенная в сообщении средствам массовой информации, в результате которой будет дана оценка о законстве действия судебных приставов по обращению взыскания на указанную квартиру. Между тем, обе стороны конфликта видят во всем заговор. Светлана не может добиться выселения жильцов из-за бездействия приставов, а сами жильцы держат оборону жилища. Боязнь всегда есть, каждую минуту. Любой шорох, даже в квартире, даже в подъезде, каждый шорох уже это боязнь, что вот придут, сейчас позвонят, даже звонок в домофон уже страшно, потому что неизвестность это очень большой страх. Кто прав, а кто виноват в этой истории, будут выяснять прокуратура и следственный комитет. Победителей здесь нет, формально каждый выполнял свою работу. Жильцы выплатили ипотеку, но не уведомили приставов о погашении просрочки. Не разобравшись с ситуацией, приставы следовали решению суда, который ранее отклонял все апелляции кредиторов. Квартира оказалась на аукционе. На законных основаниях ее выкупил новый владелец, ведь торги были признаны действительными. С прошлого года Светлана ждет выселения семьи, которая здесь уже 10 лет, при этом активно жалуется на бездействие приставов. Денис Воробьев, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Любители экстремальных видов спорта могут привезти свои велосипеды, самокаты и скейтборды в боевую готовность. Не так давно в Иванове официально открылся новый сезон на экстрим-площадке, которая расположена у Дворца игровых видов спорта. Каждый день скейт-парк и памп-трек посещают сотни ребят. С некоторыми из них вас познакомит Алина Марычева. Десятки ребят, но практически у всех одна и та же история. Шел мимо, увидел, попробовал и не смог расстаться. А еще одна на всех любовь к экстриму. Максим БМХ спорте 6 лет. Занятия включают в себя прыжки, полеты, трюки, скольжение по перилам и граням на БМХ-велосипеде. Должен быть специальный велосипед, усиленный, предназначенный для трюков именно. Выполнен по специальным технологиям, чтобы выдерживал большие нагрузки. Главное отличие от обычного велосипеда в заниженной раме. А еще в пегах, приспособлениях в виде труб, который крепится на ось. На памп-треке ребята собираются практически каждый день. Начинали заезды с базовых элементов. Прыжок бани-хоп на 180 или 360 градусов. После более сложные трюки. Барс-пин, барс-драйвер, ноу-хенд. О сложных терминов перейдем к эффектной практике. Этот трюк называется «Тейл-вип». Он относится к рангу повышенной сложности. Трюком повышенной сложности можно считать и этот двойной прыжок через нашего оператора. При выполнении элемента райдер работает не только телом. Траекторию любого трюка нужно грамотно рассчитать. А вот другой не менее экстремальный спорт – самокатинг. Четыре года из своих тринадцати Саша посвятил именно ему. Увлечение поддержала мама. Несколько раз в неделю она часами наблюдает за сыном. Его эмоции – лучшая благодарность. Когда подлетаю, больше всего нравится. Трюки можно делать. Скорость нравится еще. Как и в предыдущем виде спорта, здесь тоже есть простые и сложные элементы. Вип – это прокрутить под собой бэску, деку на нашем сленге, на самокат. Хил – это то же самое, только в другую сторону. Фингер вип – это когда поднимаешь в воздухе самокат, касаешься его рукой, крутишь тот же самый вип и опускаешь его и должен приземлиться на самокат. А вот в этом спортивном направлении от самоката осталась только доска. Лиза осваивает скейтборд лишь первый сезон. Уже три года в совершенстве владеет сноубордом. Но зима закончилась, а расставаться с яркими эмоциями не хотелось. Для меня сложнее к освоению, потому что ноги не пристегнуты в крепление, то есть нужно контролировать скейт, то есть он как продолжение тебя должен быть. А на сноуборде там крепление, доска всегда с тобой, поэтому проще. Но научиться как новичку, кто не умеет кататься ни на сноуборде, ни на скейте, на скейте, мне кажется, проще будет научиться. Скейт бывает деревянным и пластиковым. С лицевой стороны специальное покрытие – шкурка, чтобы ноги райдера не скользили. Пока что на практике Лиза осваивает простые элементы, но зато в совершенстве владеет теорией. Формы разные могут быть, размеры колесиков разные, подвески другие, толщина колеса, мягкость его, жесткость. То есть все отличается. В зависимости от чего. То есть скейт он больше для парка, а лонгборд, допустим, больше для города. Круизер тоже больше для города и для скоростных спусков. То есть, а это больше для трюков. Все райдеры отмечают их успех в ежедневных тренировках. А они стали возможны благодаря строительству экстрим-площадки в августе 2021 года. Ивановские спортсмены давно выступали с такой инициативой. И губернатор ее поддержал. Скейт-парк и пам-трек расположены у дворца игровых видов спорта. Доступ на площадку бесплатный в течение всего сезона с 10 утра и до 9 вечера. Напомним несколько обязательных правил посещения. Первое – это пропуск. Оформить его можно во дворце. Понадобится фото 3х3. Детям от 14 до 18 лет понадобится и заявление от родителей. Пропуск, оформленный в прошлых сезонах, действителен и на этот. Второе – дети до 14 лет могут кататься только в присутствии родителей. И последнее. При катании нужно обязательно вооружиться защитой, шлемом, налокотниками и наколенниками. В противном случае вы должны иметь статус профессионального спортсмена. Отметим, вы можете найти себя и в другой бесплатной секции. Для этого воспользуйтесь региональным ресурсом «Спорт Иваново». Там можно подобрать подходящее занятие для ребенка или взрослого и записаться. Сейчас на портале размещена информация о 50 спортивных объектах по области. Алина Марычева, Денис Железов, телекомпания «Барс». Теперь о погоде. Расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. В пятницу в регионе нас ждет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер северный – 24 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. И составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 38%. В наступающие выходные дни синоптики не прогнозируют существенных температурных изменений. Осадков не ожидается. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео, фото направляйте на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 587777. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин